Одинцовский район – один из самых автомобилизированных районов Подмосковья. Здесь на тысячу жителей приходится примерно 400 автомобилей. На чем предпочитают передвигаться те, у кого нет личного автотранспорта. Многие выбирают городской автобус. Автобусы часто ходят, через каждые 10-15 минут ходит автобус. Двойка, четверка, пятерка. Сегодня перед транспортными предприятиями стоит ряд важных задач. Дальнейшее совершенствование автомобильных перевозок, обеспечение их безопасности, расширение ассортимента и повышение качества оказываемых транспортных услуг. Нашей съемочной группе показали, как водители автобусов проходят тестирование. В этом интерактивном классе сотрудники транспортного предприятия осваивают 20-часовую программу повышения квалификации. Кроме того, за должным состоянием автобусов следит большое количество работников. Перед выходом в рейс каждый автобус проходит технический осмотр. Сотрудники предприятия уверены в том, что их пассажиры ездят в безопасности. Но есть проблема, которую пассажирщики решить не могут. Это общая боль. Общая болезнь сейчас – это пробки на дорогах. Еще одна проблема – Киевский вокзал. Почему автобус перестал ходить до Киевского вокзала? Единственный момент, который не нравится сейчас нашим пассажирам, вот мы можем даже спросить у них, что двигаемся мы только до Парка Победы. То есть, конечно, остановка от Одинцова 339 маршрута Парк Победы. Конечно, это людям неудобно. Но Киевский вокзал сейчас по распоряжению правительства уже около года закрыт. Это было 4 января. 4 января закрыли и никого на площадь не пускают. Вам удобно доезжать до Парка Победы? Нет, до Киевского было лучше, когда до Киевского вокзала доезжали. Также водители автобусов жалуются на Одинцовскую привокзальную площадь. На ней сложно маневрировать к крупногабаритному транспорту. И меня, и водители, потому что я безопасник. Конечно, нас волнует улица Свободы и станция Одинцова. Вы видели, когда мы проезжали, как трудно проехать водителю автобуса. Большой габарит, это большой габарит. Конечно, не можем никак справиться с этими порядками на станции и на выезде по улице Свободы. Надо закрыть, конечно, вот эти проходы бесконечные, которые идут с сумками, бегут люди, пешеходы. Они выбегают прямо под колеса автобусом. Сегодня Одинцовские автобусы – наиболее массовый вид городского наземного транспорта. У автобуса есть свои минусы, общие с другими наземными видами транспорта. Главным из них являются дорожные пробки и заторы, которые на многих маршрутах приводят к увеличению времени поездки и интервалов между остановками, что, в свою очередь, ведет к несоблюдению расписания. Прошлое, будущее и настоящее крупных городов связано с автобусами, уверяет руководство транспортного предприятия. Воскресенье, 31-й, день работников автомобильного транспорта. Очень бы хотелось всех поздравить и пожелать абсолютно безаварийной поездки. Поздравляю всех автомобилистов, в основном сейчас многие за рулем ездят. И чтобы на дорогах удача была, чтобы друг друга уважали.